Круглый стол для представителей бизнес-сообщества по вопросам вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию состоялся накануне в областном центре Брещена. Мероприятие организовано в рамках проекта, направленного на содействие данному процессу. В настоящее время присоединение к ВТО – одна из приоритетных задач внешнеторговой политики страны. Серия региональных круглых столов, которая проходит для бизнес-сообщества сейчас, она направлена в первую очередь на то, чтобы информировать предприятия в регионах. Те предприятия, которые экспортируют свою продукцию, импортируют, и очень важны те, которые работают на внутреннем рынке. Потому что многие предприятия думают, что процесс ВТО, особенно внутренний рынок, их не коснется. Но как раз в первую очередь коснется тех, кто производит на внутренний рынок. Сегодня эксперты из России, из Казахстана, из Беларуси расскажут им очень многие моменты, как нужно правильно работать, как подготовиться к вступлению в ВТО для того, чтобы ваше предприятие от этого только выиграло. Потому что мы видим опасения в регионах, и многие думают, что после вступления в ВТО предприятие может закрыться, целая отрасль может закрыться. Но вот эксперты из России и Казахстана, страны, которые уже вступили в ВТО, опровергают это и на реальных фактах, на реальных кейсах показывают, что наоборот, предприятие только выигрывает от данного вступления. Стать членом ВТО – процессы простые и сложные одновременно. Технически вступить в организацию большого труда не составит. Однако членство – это ряд определенных обязательств. Учесть все нюансы и последствия, предотвратить негативные процессы и четко прописать детали. Очень важно сегодня. На помощь в опросе готовы прийти эксперты из стран-членов ВТО – России и Казахстана. При вступлении, конечно, было очень много опасений, которые звучали даже в таком ключе, что Россия может потерять часть отраслей промышленности. Сейчас мы можем смело сказать, что российская промышленность в целом и какие-то отдельные отрасли, в частности, никак не пострадали от вступления во Всемирную торговую организацию. Конечно, мы получили преимущество, став участником транспарентной, предсказуемой международной торговой системы, благодаря чему у нас сейчас существенно наращивается экспорт. Во-первых, это 164 стран мира. Это доступ на рынки членов ВТО. Казахстан на сегодняшний день экспортирует свои товары в 123 стран мира. И после вступления в ВТО мы видим улучшение, то есть разнообразие ассортиментов товаров. То есть все больше мы начали экспортировать продукты обрабатывающей промышленности. И второй момент – улучшение условий для привлечения прямых иностранных инвестиций. Мы на сегодняшний день видим, что бизнес развивается, внешнеэкономическая ситуация тоже в целом в норме. И внешний торговый оборот последние два года у нас показывает рост. Беларусь – единственная страна в ЕАЭС, которая пока не вступила в ВТО. Остальные партнеры по Союзу – члены организации. Фактически уже сегодня наши предприятия, сотрудничая с предприятиями этих государств, живут по правилам ВТО, но не имеют права пользоваться преимуществами членства. Ситуация может измениться уже в ближайшем будущем. Беларусь вступила в завершающую стадию переговорного процесса, итоги которого станут известны в 2020 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова